я вас приветствую дорогие друзья так фейсбук пишет подключился я все продолжаю разбираться с архивами так как связь ребят скажите там по звуку по качеству нормально так вижу все присоединяются ребят не забываем делать репосты так ребят ну-ка чё там со звуком все в порядке отлично да вижу пишет некоторые много очень давно вас не слышал не видел очень переживаю за все то что происходит дома так вижу все окей подключается все больше и больше людей значит хочу с вами обсудить то что происходит молдове и то что произойдет в ближайшем будущем продолжаю продолжаю процесс избавления молдовы от режима плохотнюка знаете каждый в жизни должен делать то что он умеет я понимаю что я взвалил на себя не самую простую ношу но могу точно сказать что посильную понимать поэтому выхода нет я много раз говорил о том что было два варианта либо стать одной из его политических овечек либо бороться для того чтобы освободить страну не обязательно для того чтобы ей руководить вместо него для того чтобы могли развиваться мы вы могли другое детство и другую молодость увидеть наши с вами дети когда пенсионеров за килограмм макарон и за килограмм гречки не будут покупать вот поэтому такая ситуация отступать некуда начну давайте обо всем по порядку значит у меня было за последние 5-6 дней очень много перелетов значит могу сказать что есть очень серьезные успехи успехи это то что правоохранительные структуры разных стран сегодня несмотря на давление вашингтонского обкома все-таки каждый тихонечко делать свое дело и мне нравится позиция некоторых государств которые говорят ну кида сегодня у него там политическая крыша американцы там он считает себя неприкасаемым они реально вмешиваться там не дает его трогать с уголовной точки зрения с точки уголовного преследования но петля сужается и никуда он не денется значит очень надеюсь что ближайшее время все таки станет публично определенная формация по поводу его бандформирования вот сейчас являюсь представителем кандидата президента нашей партии дмитрия алексеевича чубашенко значит провожу серьезную подготовительную работу в регионах российской федерации в странах евросоюза значит на следующей неделе приступаем уже к активной фазе всех те кто находится в москве ближайшем подмосковье значит приглашаю на большую встречу так москва у нас это значит это 23 октября воскресенье в 12 часов дня значит мы с вами обсудим наш последний шанс 30 октября несмотря на то что выборы по плану плохотнюка с его админ ресурсом там практически всеми его циками и так далее но граждане молдовы обязаны показать ему зубы поэтому воскресенье 23 октября в 12.00 значит концертный зал гостиницы космос вместимость там более 1000 человек я надеюсь что все все желающие смогут там разместиться для тех кто находится в других городах других странах значит будет прямая трансляция на фейсбуке ютубе приветка . ел значит завтра я уже опубликую афиши с этими встречами где отвечу с удовольствием на все ваши вопросы потому что знаю что у вас их также очень много тем более что очень многие ждут этой встречи в москве значит то что происходит молдове не может вызывать у меня ничего кроме серьезной озабоченности потому что они просто творят беспредел значит сегодня может быть кто-то с улыбкой среагировал кроме больного маху бельцев местный плохиш руководитель госканцелярии значит кто-то с улыбкой кто-то серьезно восприняли новость на самом деле некоторые патриотические настроенные в цели как сообщил николай цапович сообщили о том что бельцев готовит историю с трупом что они смотрят больше всего кого из негодяев мы прессовали мы прессовали с точки зрения их незаконной деятельности неважно это незаконной стройки это уборка города канализация и прочий другой бред который под покровительством руководства маху который сегодня там почему-то решил что-то его должны убрать просто дебил как может быть его решил плохиш ему плохотнику знаете как одним маху больше другим меньше как бы точно не проблема он там грозится опубликовать какие-то договора коммерческой деятельности там компании в птн компания с нижнего гостероссийскими железной дороги послушайте у нас все договоры были всегда открыты у нас партнеры компании с мировыми именем и когда-то дебил пытается рассказать про то что что-то там было незаконно просто больной человек получили грамоты как самые хорошие налогоплательщики мещерском районе получили даже производитель даже получил еще тогда лг был значит грант президента 20 миллионов рублей это все сидит там баки какие-то рассказывать идиот что меня напрягло иначе после того как цепочек опубликовал эту новость значит очень серьезная суматоха началась некоторых кабинетах мвд начинают разбираться кто слил а когда разбираться кто слил значит получается что на самом деле это планировали я хочу еще раз обратиться к александру жезда министру внутренних дел ко всем полицейским ко всем прокурорам александр фимов жезда на знакомый много лет у каждого человека в жизни есть свои плюсы минусы но если ты саша решил служить решиму плохотника фабриковать уголовные дела если вы идете на то чтобы там кого-то ликвидировать повесить на усатого сидите там рисуете какой-то очередной бред для того чтобы организовать не уголовные преследования это ну по крайней мере могу сказать что от жезда на и некоторых других офицеров и прокуроров я твой я твой не ожидал я понимаю что у саши сейчас новое задание сейчас сорвется на встречу к одному из министров внутренних дел видно есть очередное задание придет показать рассказать какие-то бумажки ребят успокойтесь это я к силовика думайте что вы делаете и хочу сказать что за все придется отвечать не думайте что плохотнюк это вечный принц и вечно можно будет творить то что творит он то в чем вы его покрываете то что вы не принимаете никаких мер по отношению к плохотнику я где-то даже понимаю я на самом деле верю в то что не может быть сегодня прокурора который возьмет и выдаст на плохотнюка мандат на грязь в молдаве это нереально давайте говорить серьезно поэтому все эти материалы которые у меня есть они попадут к сожалению не молдавскую генпрокуратуру находится находится в других странах я обращаюсь ко всем нашим сторонникам ко всем нашим активистам ко всем тем кто организовывает встречи дмитрий алексеевич еще большая по стране ко всем тем которые с утра до ночи вкалывают раздуют газеты другие материалы связаны с нашим кандидатом ребята хочу вам сказать огромное спасибо за то что вы делаете и хочу подчеркнуть что вы все это делаете не для лидера партии даже не для себя вы это делаете абсолютно для всех граждан страны поэтому вам за это отдельное спасибо некоторые наши я там слышал сегодня что примар села агрономовка не дадите 120 тысяч лей на храм там что-то запланировали 60 или 70 я за 120 тысяч лей уйду к социалистам пусть уходит куда хочет такие люди нам не нужны такие люди если есть у нее у нас они случайны я говорю что мы реакция своим будет такой же жестко как остальным по плохотнику месяц один интересный документ не работал принтер сегодня цветной получилось только черно-белая я опубликую завтра оригинал он цветной но копия черно-белая очень хорошая и достаточно для того чтобы организовать запрос в министерство информационных технологий о чем речь значит изучая веселое прошлое этого человек который до сегодня он находится на вершине криминального олимпа молдове для того чтобы творить тот беспредел и все то что вы видите но жизнь у него был длинный чернистый занимался разными разными беззакониями сегодня у меня там сидит опять начал историю про солнцевскую мафию про григория кармалака уже к пыньте меня привязали ну просто дебил понимать я в отличие от плохотнюка ничего там не вылизывал в конце 90-х и не отца своего воронина для того чтобы прибиться к кормушке хотя история с кормалками тоже нужно обсудить но вопрос другой плохотнюк в 2005 году получил свой первый паспорт гражданина российской федерации значит тут я напоролся на документ еще раз говорю депутаты парламента значит я сам напишу как председатель партии письмо министерства информационных технологий когда это был департамент информационных технологий значит для того чтобы получить российское гражданство значит российское гражданство плохотнюк у нас оказывается получал как лицо без гражданства то есть в анкете вот он написал что он там слесарь или токарь где-то в жеке в приднестрове значит ну якобы не имел молдавского гражданства и поэтому попросил российского такая была мотивация у плохотнюка для того чтобы получить паспорт гражданин российской федерации как житель приднестровь он должен был предоставить документ что не является гражданином республики молдова значит вот посмотрите внимательный документ что я сейчас покажу крупно было так видно да значит документ выданный департаментом информационных технологий 20 0 9 2004 года то есть 20 сентября 2004 года а диверийца справка дана в том что гражданин плохотнюк владимир георгиевич рожденный 01 01 1966 года рождения уроженец села петушка колоражского района масса ссср гражданство республики молдова не принимал и по по вопросу оформления документов национальной паспортной системы не обращался то есть плохотнюк предоставил документ о том что в 2004 году он не являлся гражданином 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 республики молдова а как же если плохотнюк не являлся гражданином республики молдова вдумайтесь в этот документ это официальный документ значит бланк серия но благ бланк строгой отчетности значит подписано заместителем начальником на тот момент г иову значит справка дана для предъявления по месту требования из плохотнюк после этого у нас стал депутатом вице-спикером рейдером там не тем угодно значит нужно дать запрос значит как ему могли выдать такую справку если справка настоящий плохотнюк не являлся гражданином молдовы значит то как он стал не будучи гражданином молдова депутатом парламента вице-спикером и так далее если регистр опровергнет этот документ еще разберу он есть в оригинале можно его отдать на любую экспертизу кроме молдавской то тут у плохиша тоже проблема будет потому что если регистр и скажешь что справку эту плохотнюк нарисовал сам а предоставил он ее лично да то получается что против плохотнюка можно возбудить еще одно уголовное дело на территории россии за за то что он для того чтобы получить российское граждан с обманным путем подделал документ государственный документ не свою автобиографию то что у него там разные фамилии и так далее вы все знаете поэтому поэтому вот такая ситуация значит я его опубликую сейчас в по окончанию значит наши с вами встречи ли сейчас его в комментарии может быть даже на листом интересе сейчас его в комментарии многие пишут там плохо видно и так далее все что было видно хорошо значит я его опубликую так вот вот значит по поводу плохотнюк плохотнюка и того что он творит значит эта история задержание пынти он у нас оказывается решил разобраться с пынти которая как они утверждают за деньги еще при участии усатого просто не бедя значит эти дела дела попали в российскую федерацию хочу напомнить плохотнюку и рассказать всем вам как благодаря благодаря тому же плохотнюку много лет назад я начал очень часто контактировать с Григорием Кармалаком я выкладывал это селфи интернет который ничего не используют для там свои там дурацкой машины значит хочу напомнить про 2009 год значит первый у нас альянс за евроинтеграцию как говорил Серафим Мурикян значит бывает ситуация что прокурор не мог плохотнюк не мог избрать своего прокурора помните все говорили о том что прокурор был у рекиана у рекиан за деньги продал эту должность плохотнюку и так далее все это было на самом деле так но важно другое что продать то продал но плохотнюк не мог решить проблему большинства то что большинство поддержало кандидатуру ЗУКО на должность генпрокурора хочу напомнить Владимиру Плохотнюку о том что я был тогда бизнесменом который очень часто прилетал в Молдову который часто видел Плохотнюка и в Нобеле и в Драйве и где угодно и как он попросил меня говорит урджен треба дежит ренат лакармалак ламосква к своим проблеме в ретрей патру депутат ну на цементе дин на дела у рекиан ну ворсову вотеза пи зубко что вем проблеме что Гриша и кунош пи фуарти бени что треба Гриша склоривши я вот не помню по моему и по моему и Платон тогда был среди них вот это надо уточнить причем что есть возможность уточнить и сегодня он развернул вокруг этой истории развязали целую целую эпопею о том что незаконно отправили дела кармалака значит хотя в этом участвовали все ведомства и плохотнюковские и филатовские тогда они не выступали потому что я насколько узнал значит они передали все эти дела были переданы в МИД через МИД молдавские они попали в этот в посольство значит в Москве и посол тогда это у нас был Андрей Галбур сегодняшний министр иностранных дел аккуратно принес их зал в генеральную прокуратуру но ситуация в другом не том как они передали я не собираюсь сейчас обсуждать законодательную базу как оформляли и так далее я этого не знаю вы понимаете как мерзко я помню когда 4 часа плохотнюк сидел перед кармалаком обещал ему зерновой бизнес все что угодно вы понимаете я когда послушал сколько он ему обещал я понял что плохотнюку придется 30 процентов своего бизнеса и почти весь на юге Молдавии связанное там с джурджулешским портом элеваторами полностью передать Грише значит более 4 часов плохотнюк его убеждал и убедил и сегодня я попросил чтобы собрали эти записи вот эта встреча более 4 часов в ресторане белое солнце пустыни потом они встречались во внуково 3 встречались в гостинице мариот гостинице хаят я говорю послушайте соберите эти все записи пусть люди посмотрят как плохотнюк бегает за кармалаком а тут а тут через блогера балакчи и так далее он пытается там какой-то бред рассказать о том что все это было о том что это все было совсем по-другому ну просто чистый подонок понимать я вот верите вот сижу листаю есть вещи которые связаны там с женщинами с семьей личные какие-то да то есть я не пойду сегодня неважно какие бы там плюсы и бонусы не светили но я никогда не переступлю определенную черту если то что он делал вы понимаете просто ну это некрасиво они привыкли выкладывать разговоры вот в одном усатый блякает в другом все крутят на свои телеканалы где усатый ходит в руках с автоматом да ходил в руках с автоматом снимали художественный фильм автомат легальный кстати не понимаете у этого негодяя просто ничего святого нет он сейчас понимает что понимаете вот я разбираюсь я с этим всем разберусь до конца значит с этими всеми часами и так далее я обещал вам фильм хочу вам сказать что фильм будет есть некоторые моменты чтобы ну которые являются тайной следствием значит ну все это ближайшее время ставим правду я вам обещал что он уничтожил режим плохотника я это сделал значит вы поймите кто-то должен взять на себя эту миссию кто-то должен иметь эту роль освободителя потому что то что мы имеем сегодня я посмотрел сейчас прессе прочитал что Андрей Анастасий снимается с гонки очень жаль Майя будет единым кандидатом но я не знаю я знаю что у партия очень маленькая дин электорат дин состанатурилу Андрея Анастасия у нас он 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 да он следил То ты тоже te коля я плохейших всех прибил посадил на очень серьезные деньги через эти опросы манипулирует понимаете, он показывает наша партия 6% он также показывал он также показывал вспомните за пару недель до того как нас до того как нас сняли из выборов, значит тоже показывали маленький рейтинг, для того чтобы не взорвались массы, хотя все понимали тогда что мы наберем более 20 более 20 процентов значит поэтому не ведитесь на пропаганду плохотнюка решающее слово будет за мной я имею ввиду касаемо освобождения Молдовы от правящего режима, я вас не подведу и не предам да я понимаю что сегодня есть, возникло очень много дополнительных проблем с организацией моей безопасности потому что, я говорил уже плохотнюк пойдет на физическое устранение потому что он понимает что пока жив я значит шансов остаться вечным хозяином Молдовы у него просто ноль будем работать, будем двигаться вперед мне очень жаль, что я не нахожусь рядом с вами я не могу сегодня быть рядом с родителями я не могу быть сегодня рядом с Дмитрием Чебашенко потому что эта мразь просто придумывает очередные мандаты на арест и так далее мне нельзя у меня у меня та задача чтобы сел плохиш если я нарушу закон я готов ответить по закону но не по этим делам, которые нарисовал плохиш значит ребят завтра будет указан телефон значит будет опубликована афиша с моими встречами напоминаю для тех что встреча самая большая встреча из тех, которые будут планироваться на 23 октября в Москве концертный зал гостиницы Космос 12.00 метровая ДНХ чуть больше 100 метров от метро вход в концертный зал как бы не нужно проходить через ресепшен отеля то есть очень удобный там тысячу посадочных мест еще столько же, я уверен по месяцу пишите пишите мне в личку ваши идеи значит звоните на номер телефона который будет указан в афише значит регистрируйтесь просто чтобы понимать какое будет количество людей значит будете просто звонить говорить свою фамилию, имя оставлять контактный номер телефона и с кем вы там придете значит но если мы не объединимся значит то мы потеряем страну в стране останутся пенсионеры инвалиды Плохотнюк поверьте заинтересован в том чтобы мы все с вами уехали на заработки отправляли деньги которыми которыми наши родители дедушки, бабушки студенты рассчитываются за теле на услуги он как пылесос через свою вонючую банковскую систему значит высасывает это все за рубеж и вот так мы и вот так мы живем поэтому Плохиш бы отправил все 3 миллиона граждан Молдовы вместе с детьми на заработки и значит значит и это его устраивает либо наши дети когда подрастут чтобы работали у него рабами на его плантациях кокаиновых потому что на другие ему просто ума не хватит ладно ребят значит давайте хорошего вечера сейчас будем чаще общаться пишите в личку ваши интересы значит я буду с вами до конца чего бы мне это не стоило да сегодня поверьте вся эта борьба отразилась на бизнесе отразилась поверьте и на личной жизни потому что когда нахожусь вдалеке от родины вдалеке от любимых людей вместо того чтобы созидать красивые вещи в Бельсах потому что мы там делаем очень много хороших красивых вещей не то что творит Шор в Аргеве вот читал интервью бывшего вице-молова мне страшно от одной мысли что в один день все жители Аргеева узнают что Шор все делает из уграденного миллиарда и загоняет примарию города Аргеев космические долги да мы тоже планируем брать какие-то кредиты на ремонт дорог в Бельсах но чтобы вы знали на сегодняшний день больше года у нас нет ни одного кредита мы платим кредиты вот за этого подонка Маху черного зеленого голубого за всю эту гоп-компанию которая руководила руководила городом то что Маху как руководитель гос-канцелярии как северный плохиш угрожал мне сегодня тюрьмой но время покажет я готов отсидеть за правду если придется понимать но сначала мы их пощипаем давайте буду тут дальше разбираться с фильмом с документами как я обещал поверьте будет убойный материал после которого Плохотнюк уже с колен не станет желаю вам хорошего вечера люблю вас целую ваду резко сяру кэтмай фурмасы фач сбарок репост варилай через видео диварчи савады моему талумику нам посиб летать и сулуп ку медиа машин луи луи плохотнюк да раз не кларифика ку туати вам смеш пентрон кредери двигаемся вперед значит пожалуйста ребят не забудьте про нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чубашенко то что буду просить на встреч встречах звоните домой бабушкам дедушкам тетям кумната тесла вот от шляп пентру чубашенко потому что если Настас снимается с гонки то мы имеется ввиду Дмитрий Чубашенко как кандидат президента и я как рядышком начальник гестапо остаемся единственными проблемными кандидатами для плохотнюка потому что я говорил открыто он больше всего боялся нас и Настас сейчас если Настас снимается с гонки то он бояться будет только нас остальных он просто не боится люблю целую хорошего вечера значит жду вас всех на встречах которые будут обликованы о местах и времени будут написаны в социальных сетях еще раз огромное спасибо всем нашим активистам всей нашей команде за всю эту работу что вы делаете я вас очень люблю и мы обязательно победим просто нельзя сейчас идти на поводу в этой мразе все привет спасибо Продолжение следует...